Что касается российско-американских отношений, то здесь ситуация непростая. Дело в том, что мне не раз приходилось об этом говорить, в том числе по российскому телевидению, та модель социально-экономического развития, которая была выбрана в середине нулевых годов, она зашла в тупик. Модель на государствение и экономике с высоким уровнем коррупции, с ориентацией на сырьевой экспорт, то, что называют часто сидение на нефтяной игле. И не случайно Россия за последние шесть лет пережила два глубоких кризиса. И наша власть использовала, проверенные еще в советские времена, оружие для пропаганды. Это поиск врагов. В качестве внутренних врагов были выбраны либералы. У нас слово либералы носит в официальной пропаганде почти ругательный характер. Если раньше детей пугали милиционерам, то теперь скоро их будут пугать либералам. И, конечно, были выбраны внешние враги. В качестве внешнего врага были выбраны Соединенные Штаты под тем соусом, что Россия встает с колен, Россия проводит независимую политику. Россия серьезный игрок на мировой арене. И США это не нравится. Поэтому антироссийская риторика, антироссийская позиция и, самое главное, антироссийские санкции. И наша официальная пропаганда в значительной степени неудачи российской экономики объясняет этими санкциями. Здесь, правда, есть такое интересное противоречие. С одной стороны, сам Путин и многие другие руководители говорят, что санкции нам не страшны. Это даже хорошо. Мы теперь будем опираться на собственные силы. Мы будем задействовать собственный потенциал. И вообще, благодаря санкциям у нас началось импортозамещение. И даже спасибо вам за санкции. С другой стороны, часть официальной пропаганды говорит, что санкции – это причина или одна из причин наших бед. Ну, что касается моей точки зрения, то я уже сказал, что я уверен, что этот кризис имеет системный характер. Санкции его усугубляют, но не являются его первопричиной. Так же, как и драматическое для российской экономики падение цен на нефть. Что касается вот того нового пакета санкций, который, видимо, будет введен в действие в ближайшее время, то он коснется в основном предприятий военно-промышленного комплекса. Ну, здесь я не думаю, что экономический эффект будет слишком сильный, потому что то, что касается военного оружейного экспорта, у нас специфический пул партнеров. Это Китай, Иран, Венесуэла. То есть, часть стран, которые и так находятся сами под американскими санкциями, поэтому едва ли они перестанут покупать российское оружие в результате американских санкций. Ну, вот другое дело, что, возможно, будут какие-то проблемы с импортом технологий. Где могут быть серьезные последствия, где санкции уже сказались на прошлом этапе, это финансовый рынок, когда для российской экономики практически в одночасье закрылся западный рынок капитала. Это было, конечно, серьезное испытание, и конец 2014 года, это был тяжелый период для российской экономики, масштабная девальвация рубля. Но все-таки при всех, так сказать, сдержках, при том, что у нас произошло сильное государствение экономики, все-таки российская экономика остается рыночной. И она адаптировалась. Да, через снижение золотовалютных резервов, через девальвацию рубля, через скачок инфляции, через резкое снижение уровня жизни населения, но которое, я искренне снимаю шляпу перед кремлевской пропагандой, удалось компенсировать. Вот этим тезисом «Россия встает с колен», «Крым наш», мы показали Янке, что мы серьезный игрок в Сирии, и так далее, и так далее, пока эта пропаганда работает. Продолжение следует...